Какие штормы, какие штормы залетают и всё. Вот такой вот состав, вот такой вот интересный стиль игры против зерга. Всем привет, с вами Тед. Вы хотите узнать, как играть за против зерга в StarCraft 2 Legacy of the Void? Вы устали от номинации зергов? Вы хотите прилетать к ним, напрягать, душить, приходить и до души? Да, вы хотите приходить и доминировать, и знать, как победить зерга за против зерга? Так что я вам расскажу, поехали. Конечно же, всегда для начала ставьте стенку против зерга. Если вы не знаете, как ставить стенку, то вот в предложечке обязательно будет гайд по стенкам. Обязательно разведывайте, как минимум после гейта. То есть я ставлю пилон, гейт, газ, и после гейта я иду разведывать сразу же. Сразу же иду разведывать, чтобы понять, во что играет зерга. Потому что если это 12-й пул, нужно играть совсем по-другому. 12-й пул, это значит, что на 12-м лимите, вот здесь вот справа вверху у нас лимиты, ставится пул. Если зерга приходит к вам и не дает вам поставить Nexus, что делать? Очень все просто. Мы спускаем пробку, начинаем прогонять вот этого дрона и ни в коем случае не даем ему сюда встать. Видите, я здесь подконтроливаю пробочкой, чтобы он не мог поставить здесь хэтчери. Он не мог поставить свою хату. И сразу же спускаю вторую пробку. В итоге одна пробка не дает поставить, вторая же пробка атакует дрона. Таким образом, если вам повезет, вы убьете дрона. Если не повезет, ну в самом худшем случае он просто убежит домой. Приходим, видим, что здесь хата, у которой как минимум где-то 400 жизней. А если хаты нету, а вы поехали после гейта, значит это очень ранний пул. Значит вас будут душить собаками. Готовьтесь, обороняйтесь. Если здесь у хаты очень много жизней, значит это будет ранняя хата, с которой опять же будет много собак. Но чуть попозже. Тоже готовьтесь, ставьте заранее батарейку. Но как я вам покажу сейчас играть, у меня будет заранее батарейка. Итак, что я делаю? Я ставлю Nexus, я ставлю кибернетку обязательно. Я ставлю затем второй газ. И начинаю готовиться к тому, чтобы поставить второй пилон. Собственно, вот это открыть. На первый же ресурс мы открываемся и ставим Stargate. И первый юнит у нас адепт, который под бустом будет бежать на другой конец карты. И разведывать, что же там делается. Второй адепт остается дома. Тоже под бустом. Иначе, когда первый убежит, к вам могут приближать собачки. И будет плохо. Что должен увидеть этот адепт? Он должен прийти, посмотреть, что у зерга в принципе третья есть. И должен посмотреть обязательно, есть ли у него здесь какие-то рабочие. И есть ли лейер по возможности. То есть это основные вещи. Если он не успел посмотреть, тогда он идет еще раз смотрит. То есть рабочих должно быть вот как здесь хотя бы. Может быть чуть-чуть больше. Где-то 7-10 штук. Это уже нормально. Значит, что зерк сейчас строит рабочих, а не собака. И не идет вас убивать. Естественно, естественно. У нас три адепта в общей сложности получается. И мы начинаем строить орк. Но мы ими никуда не летим. Вот это вот. Это вот секретный маневр. Не лететь никуда орклами, а сидеть аккуратненько. Не палиться. То есть мы ими не летим никуда, пока зерк о них не узнает. Либо пока мы не решим ему их показать. Вот. Обязательно стеночку закрываем на 3 минуте 30 секунде. Это вот основа. Почему именно так? А все очень просто. Посмотрите. В 3.30 у зерка выучилась скорость собачек. То есть это тот тайминг, когда у него успела выучиться скорость собачек. Он же отменил, потому что ему она не нужна. Но это такой прогеймерский мув, типа отменить скорость собачек и сделать лейер пораньше. Обычно она уже готова в 3.30, и поэтому лучше в 3.30 закрывать стенку сразу же. Обязательно ставим батарейку защитную. Это как раз таки вам поможет спокойно существовать. Вот. Батарейку слепую, конечно, не прогеймерский мув ставить. Но зачем нам играть как прогеймеры? Мы будем играть правильно, сейфово и хорошо. И мы открываемся в 4 оракла. Вот это вот секретная тактика. 4 оракла. 4 оракла, 4 гейта. Это наша установка на начало игры, чтобы спокойно себя чувствовать, выживать. В чем проблема именно ораклов? Почему их так много? А все очень просто. Ораклы это такие юниты, которые очень дорогие. И у них очень быстро кончается энергия. Когда энергия кончается, они перестают стрелять. Они уже не могут сражаться. Поэтому мы спокойно делаем буст на 4 ораклов. И как только у нас 4 оракла готовы, мы летим в атаку. Параллельно с этим у нас уже сделана третья база. И посмотрите, на ней 9 адептов. То есть, естественно, он никакими собаками не может нам отменить третью базу. И нам, как бы, ну ничего не угрожает. При этом, после постановки третьей базы мы ставим 2 роба. Мы уже готовимся к следующей части игры. И когда на нас будут нападать тараканы или еще кто-то. Ораклами мы летим. И это вот первая часть, когда мы приходим и начинаем напрягать зерга. У зерга здесь квины, спорки. Но когда у вас 4 оракла, это не страшно. Вы можете убить спорку даже. Посмотрите, 4 оракла достаточно быстро начинают убивать спорку. Обязательно пытаемся убить пару дронов. Обязательно-обязательно идем. И продолжаем. Продолжаем бить квинс, порок, дронов. То есть, пытаемся убить все, что мы можем убить. Это очень мощно. Если у вас перестает уже получаться что-то убивать. Если вы понимаете, что у ораклов энергия кончается. Это такие юниты, в которых она быстро кончается. Бегите домой. Бегите домой. Смело там стройте имморталов. Да, как вы видите, мы продолжаем строить имморталов. И вот когда вы нанесли урон. И поняли, что на вас в данный момент ничего не идет. То есть, вот если сейчас на вашу сторону идет куча там тараканов или еще кого-то. То вы начинаете варпать часовых. Они же сентри или еще кого-то. Но так как никто сейчас в мою сторону не идет. Я имморталов 2 еще заказать могу. У меня есть ресурс. Я ставлю твойлайт и форжа. Это следующий переход наш. Наш следующий переход. Здесь ораклы приходят. Еще немножко дронов подпиливают. И побегут домой. Побегут домой. Потому что они должны защищать. То есть, дальше ораклов мы используем только для статических ловушек. Ставим здесь, здесь, на всех проходах. В минеральных линиях. Чтоб если мы пропустили зерлингов случайно, они застанялись. Тем временем мы продолжаем делать имморталов, конечно же. Мы делаем темплеры архивы. И сразу же учим шторм. Это следующая штука. Шторм. В него мы кидаем бусты по возможности. И делаем штормовиков. Потому что в ближайшее время на нас будет идти какой-то массивный пуш зерга. И чтобы от него отбиться, нам нужен шторм. Нам нужен шторм. Нам нужны же стенки. Как вы видите, я заканчиваю стенку. После того, как я начал учить шторм. Я делаю здесь фотонки. Буду делать батарейку. Таким образом, куча имморталов, куча адептов и ораклов. В принципе, вы можете спокойно защищаться от зерга. Дальше у вас два пути на самом деле. И в этом повторе я показываю один из них. То есть, один из путей. Это вот этой армией, в принципе. Идти, занимать четвертую базу. Ставить газы. И сразу же ставить флитбикон. Парочку старгейтов. И уже начинать делать армаду. Начинать делать батонов, воздух. Вот такой лейтгейм состав. То есть, вот этой армии хватает, чтобы защищаться. Еще где-то 10-15 лимита темпларов. Чтобы штормы раскидывать. Но у вас есть альтернативный вариант. Альтернативный вариант это пойти самому в атаку. В принципе, взять вот иммортала еще призму. И пойти имморталы штормы. Имморталы штормы. Вот такой вот интересный состав у нас. То есть, у нас и непобедимые бессмертные роботы. И зилки с чаржем играйдами. И еще и штормовики. То есть, плохая погода. И, собственно, вот мы приходим. Давайте посмотрим, как будет идти и выглядеть такой бой. Мы приходим и начинаем просто взрывать зерга-беднягу. Который еще не смог оклематься от первоначальной атаки. Которая пришла к нему. То есть, первоначальная атака была жесткая. С четырьмя ораклами. Он от нее пока отходит. Мы приходим во второй пуш. И вот идем уже иммортала штормы. Такой мощный-мощный состав. Зоним его, как видите. Сюда идет половина армии. Сюда идет половина армии. То есть, мы ему просто-напросто его со всех сторон душим. Здесь я понимаю, что эти скоро, конечно, погибнут. Но, в целом, мне все равно. У меня они есть новые. Тем временем, пока имморталы просто все крушат. Посмотрите. Ну и здесь, конечно же, со штормом. Просто какие штормы. Какие штормы залетают. И все. Просто минеральная линия. Вся армия зерга ложится. Здесь имморталы убивают хату. Вот такой вот состав. Вот такой вот интересный стиль игры против зерга. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, с вами был Тед. Обязательно подпишитесь. Поставьте лайк. И до новых встреч.